Когда-то еще будет аспирантом. Вот они приведены к тех, о которых тоже упоминал Герасим Матвеевич. Делая работа, она посвящена фермиологии. Это, в общем, наука, которая возникла в 1934 году. Значит, начало ее относится... Связано с работой Ильи Михайловича Лившица и Эрмарда Главовича Косеевича, которые рассчитали намагниченность металлов в случае производного закона дисперсии носителей заряда. Речь шла о селетциях. Это эффект шоу не было. Выхазы монархи. Он был предсказаном Ландау еще в 1930 году, когда речь шла о немометении Ландау. И, значит, поскольку эта работа спонсирована была Капицей, что он ее выполнял в Кембридже, в том числе, в том числе, в том числе, занимался сильными магнитными полями. Вот он обнаружил линейную зависимость от сопротивления. Причем это были, значит, огромные катушки, где было 300 тысяч эстетов в магнитное поле. И ему удавалось, значит, ну, конечно, это импульс не отдаляк. И вот в этой работе знаменитой, которую я у Николаева наняла, в Саи Шри Шри Шри, значит, ее считаешь как детективный роман, потому что, оказывается, значит, измерительная система находилась от этих катушек на расстоянии 80 метров. Потому что, когда отключался тот, то, значит, там все так дрожало, и что были эти проводочки, и они никогда не были. Ну, и потом, действительно, великий экспериментатор, значит, ему удавалось наблюдать сверхтонкие вещи. Значит, фактически он работал при температуре жидкого кислорода, жидкого воздуха. Понятно, что, значит, динамика электрона проводилась, если не могла ярко проявиться с действием магнитного поля. Ну, магнитное поле чуть-чуть искалит орбиту, и он испытывается по хранению. И как раз, значит, Капицу интересовало, но что же будет с сопротивлением, если, значит, не понял, это будет очень большое. И, значит, если внимательно читать статью одного, то в конце он пишет следующее, что на самом деле такие, значит, эффекты не наблюдаемы, но если так честно посчитать, значит, поскольку геомагнитизм считался, отклоняяешь, что время свободного предъявления, что это денешься, какие-то столкновения, то, значит, разникнут осцилляции. Вот и все. Значит, действительно, там был представлен, есть, как с магнитным полем, и что там магнитное поле расцелировали. Ну, дело в том, что, значит, в этом же году был обнаружен эффект Шовникова Дегаса, то есть с осцилляцией сопротивления Вейсмута, потому что, значит, выделили были жидкие деньги, поэтому они могли сделать эти меньшие магнитные поля более эффективными, то есть за время свободного предъявления или кто мог несколько раз обернуться в магнитные поля. Вот. То есть вот это эссимизм одного оказался ошибочно много, и он был виноват Шовниковичкина. И, значит, когда был в гостях в институте без проблем Дэвид Шемберг, это его первый аспирант английский, только что он отдал ему этот Шовниковичкина. Ну, и со временем, значит, он не мог публиковать отельный нандал. Шемберг это висточек нандал. Асцелляционная зависимость на магничество было публиковано вложение к статье Шендер . Ну, а фактически кроме Шендера еще Харькер и Лушки активно занимались исцелляциями Верки и Лазаря. Ну, вот, значит, Илья Михайлович Илья 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 Алексеевич Илья Илья weather Это направление, фактически новое направление в электронной теории металлов, оно было названо фармеллой, поэтому это было очень модно в те годы. И вот мы с Юрием Михайловичем смотрели галерономагнитные явления, а Юлия Эльич, с которым я познакомился в 50-х годовом году, и он занялся термоэлектрическими эффектами. Термоэлектрические эффекты были удобны для наблюдения отселяции, потому что для отселяции необходимо, чтобы расстояние между моторами до уровня было много меньше энергии фармы, с одной стороны, но много больше температурного развития технических эффектах, и много уровней получено в этом процессе. Ну вот, и поэтому ясно, что термоэлектрическое поле, оно, значит, содержит еще дифференцированный потенциал. И теперь ясно, что если дифференцирует очень быстро осилирующую функцию, то тогда, в большой частотой, то тогда появляется еще большой множитель. То есть выигрывает на целый порядок по параметру, значит, фаршумелис, расстояния между уровнями к энергией фармы. Ну, вот на самом деле мы как раз и подружились с Юрием Аркадьевичем в 58-м году, поскольку мы занимались фармелопией. Значит, я немножко расскажу, почему это важно. Значит, вот оставшиеся две работы, они действительно уникальны вот в каком отношении. Значит, ну, дело в том, что уже построены теории аквартовых осцилляций, значит, для произвольного секунда инфекции. Но теперь состоит в том, что, значит, эти осцилляции, кроме температурного размытия, еще есть столкновения. И теперь совершенно ясно, что есть, значит, как раз соотнорения уже в время жизни электронном данном состоянии. То есть фактически это уровни размытия. Монетушка, фантомия, фантомия, фантомия. И, значит, как поступил Дингел? Он просто руками ввел экспоненциальное затухание. То есть это значит. Фараметр затухания, показатель экспонента, это как раз есть, значит, обратная величина. Частоты обращения электронного, частоты электронного. Вот. Юрий Аркадьевич, значит, имел вистящее образование. Я не думаю, что он в ситуации всего результатов не мог сказать. У него там забыли. Кстати, на него ходила даже все минимум, там была кинетика. И физическую кинетику надо было сдавать по, значит, там десяток пунктов было написано на бумажке. Потому что физическая кинетика еще не писала в то время. Вот. И, значит, дело в том, что действительно с Кобом занимался, с Кобом занимался. Речь шла о том, значит, как сочетать амплитуду рассеяния электронного примеса в сильном магнитном поле. Значит, его результат состоял в том, что он сильно влиял на энергию нулевых колебаний. Мы привыкли, что энергия по уровню контроля энергии, то есть n плюс половиночка h омега циклотронная. Его, значит, то есть есть нулевые колебания по половинке h омега. Он показал, что на самом деле, если есть примеси и электрон взаимодействует с ними, что касается работы Бачкова, то она в высшей степени безупречна. Потому что вот этот фактор затухания в поле у него, да, он был точно вычислен. Поскольку он хорошо наделал методы, а теоретико-полевые методы дали, поскольку студировать было на высоком уровне мфротерей. Это и науке. Ну, я помню, вот в 56-ом году были две франдиозные конференции по физике высочке энергии. И, значит, тогда вот создавалось вот те этико-полевые методы для построения, даже при стадии, значит, теорементарных частей построить этими методами. То есть это была большая наука. И потом, когда наш христиан, что всё так просто, то, значит, люди, которые владели этой великолепной техникой, они перешли в физику своего тела. То есть действительно получились прекрасные работы. Сверху от Косова. Да кто это вошли? То есть действительно было. Ну, так вот, значит, он действительно... Что касается, есть область, когда, допустим, длина пробега бесконечна, и эти осцилляции, значит, могут быть в небольших полях, то тогда действительно там масса сложностей возникает. Ну, по крайней мере, в классическом приближении Юрий Акадьевич показал следующее. Да, действительно, есть экспоненциальное затухание, которое он где-нибудь руками писал. И, оказывается, значит, фон отличается одним плюсом тем, что показатель экспонента есть числые множики порядка единиц. Для физико-коретика это чрезвычайно важно, поскольку это есть точный результат. Ведь очень много работ есть такого сорта. Вот я чувствую, что должно быть так. И лёд с песнями плак, в руки и в руки. Значит, ну, как раз вот такие работы являются фундаментальными, где строго этот результат получили. Что касается вот манеры работы Юрия Акадьевича, то, значит, очень высокая ответственность за результаты. Вот, например, у него есть интересная работа о проводимости неупорядоченной одномерной системы. И, значит, действительно прекрасная работа. Она, по-моему, в ТМФ опубликована. И, значит, я помню, мы тогда в Володе были, и у меня Леонид Андреевич Паскор, это прекрасный физико-теоретик и математик Хайковец, он всё говорит, ну, почему Бачков не произнёс слово «локализация»? Потому что получалось там бесконечно, ну, чрезвычайно малая, значит, подвижность электронная. Но надо произнести, что, значит, он локализован. И это была та работа Левилова Монта. То есть, фактически, это была бы не локализация Монта, а локализация ТМФ. Вот, то есть, это действительно очень высокий профессионал. Что касается, значит, личности, то действительно, значит, это был бесконфликтный человек, значит, глубоко порядочный, доброжелательный. Значит, вот мы уже были с ним очень долгие годы, и я хожусь этой дружбой. Он, кстати, значит, было время, когда я был, значит, без работы, и он подружный попросил Захарова взять меня на работу в институте общей языки в Европе. Я несколько лет работал здесь, и я очень горжусь, что мне просто стоило сработать в таком замечательном институте в теоретической физике. Значит, я все-таки немножечко расскажу, что важно до фермиологии. Значит, дело в том, что старая дружба у меня была езда после этой дружбы. Вот, считалось следующее, что да, действительно, электрон в периодическом потенциале, он, по-моему, не такой, как свободные электроны, но всегда поступает к следующему. Значит, мы будем считать, что энергию, это если это квадрат, педрат, то есть квадрат, вот, и мы соединили на две массы. И вот, ну, эта масса не такая, как у вас будет электрон, а какая-то эффективная масса, и вот все влияние периодического потенциала, значит, берет на себя эта эффективная масса. Ну, если магнитное поле слабенькое, то это, ничего, на видится. Но, дело в том, что в сильных магнитных полях Существенно. И дальше зависит от энергии. Существенно, она энергетическая цель, например, в квадратном бене. И, значит, причем, если взять старую книгу Ганса Беттер и Эрнольда Зонтхаймера «Электронные чудесные металлы», то там, значит, он в это расписал, значит, какие будут израильские пожертвования по всей зоне. Значит, они действительно замкнуты, и можно как квадрат на твою, что звездочкой писать. Но дело в том, что это вблизи нижнего края зоны и верхнего. А если чуть-чуть мы отходим от краю, то это арки сложные поверхности. Во-первых, они открыты, они переходят во всю, не в каждую элементарную ячейку, или там по Шарику, или по Эрнольдсоиду, или еще что-то там замкнутое. А через все обратное пространство кристаллические решения. Вот, но мы это не обратили внимание в то время. Ну, а в связи с тем, что эксперимент говорит, что да, действительно чрезвычайно сложный, видимо сложный. Вот, значит, я покажу. Ну вот, например, поверхность фермера в виде гофрированного цилиндра. Она проходит чуть-чуть. Все импульсное пространство. Вот, обратите внимание, значит, горят. Вот орбита в магнитном поле А. Видите, она замкнутая, но она сильно сильно вытянутая. Если это вот магнитное поле, почти перпендикулярная оси. Ну, и теперь посмотрите, пожалуйста. Значит, скорость этой градиент поверхности изоэнергетической. Если вот видно, что вдоль оси цилиндра знак скорости меняется. И он много раз поменяется. И основной склад будет вносить. Хорошо. Я не могу говорить. Значит, вот точки стационарной фазы. Вот одна. И вот вторая. Ну, и, в общем, получается, значит, эта средняя скорость будет именно появляться вот в этой небольшой ответственности летних площадок. Ну, значит, это мы знали прекрасно. Но в трехдневном случае все это заинтегрируется. А потом это дело выстрело в двумерном, в квази-двумерном случае. Там, значит, орбиты почти все одинаковые, чуть-чуть отличаются. И это вот наблюдалось в черноголовке в лаборатории с черными. Вот такой ассоциационный эффект зависимости от наклона. Ну, что касается те времена, значит, особенно нравилась эта капица. Поскольку, вот обратите внимание, если это проволочка, а образцы были субтитры, поликристаллические у капицы, то что произойдет, если мы произведем усреднение? Вот, оказывается, когда вот этот угол, то есть почти, значит, когда ты поровнули, это, значит, магнитное поле почти перпендикулярное всей цилиндры, то сопротивление квадратично растет с магнитным полем. А если мы чуть-чуть отойдем, то, значит, оно спадает, и оно положено в странице к насыщению. Ну, вот видно, что, значит, вот эта гамма-ноль – это параметр силы магнитного поля. Он на антиклатронный – это его частота вращения, та у время свободного пробега. И, значит, в этом случае мы видим, что чем меньше гамма-ноль, тем острее этот максимум, и это ширина порядка единицы на аж. А теперь давайте усредним, что мы повышаем аж квадрат, если мы повышаем аж квадрат, то, значит, превышается от него в зависимости от сопротивления от магнитного поля. Ну, конечно, таких поверхностей металла не оказалось, потому что вот Алексеевский, Радуков, они, значит, это был целый кордеев, много-много металлов были исследованы. Я приезжал сюда, я занимался теоретической обработкой, экспериментальным результатом, и приезжал раз-два лица в институт «Общие проблемы». Значит, я помню, что такой поверхности мы не нашли. Ну, значит, были более сложные поверхности, и вот я покажу вам. Вот Павелс Нестерфелли, который нарисовал Чемберс, насколько, она нарисована вот в книге, этого самого Займа. Да, да, да. Значит, вот такого сорта, значит, вот эти вот шары, соединенные перемычками по пространственной диагонали. Значит, вот такова Павелс Нестерфелли, оказывается, всех благовольных металлов. Медь, золото, серебро. Так он сочетает медь тоже благовольным металлом, потому что Павелс Нестерфелли, все зависит от ширины трубок, соединяющих этих шарей. А вот теперь посмотрите, что будет расчитываться. Думаю, рассчитываем. Например, в зависимости от того, как направлен электрический ток и диаграмма вращения. Мы вращаем магнитное поле к электрикулярному току. Вот видите, вот эти уши заячьи появляются. И чем больше поле, то хотя бы эти уши больше растут. Значит, вот это все наблюдалось экспериментально. То есть, а П квадратного 2м не может быть речи. Дело в том, что это кубическая асимметрия. Если нет магнитного поля, тогда электрон собрали, что все главные оси, главные значения в первую коллективопроводности или сопротивление все равно, они одинаковые. Это означает, что полные не закрепили. Но стоит включить магнитное поле. Сейчас у нас сами закреплены. Таким образом начнется. Как раз первая работа была посвящена анализу не древо-магнитных эффектов, а термоэлектрических эффектов. Это сопротивление или магнитное сопротивление? Это сопротивление. Без магнитного поля? Нет, это с магнитным. Магнитный сопротивление? С магнитным. Сигма и шесть, да? Да, да. Потом следующее увлечение. Значит, Николай Евгеньевич любил, чтобы теоретики активно занимались тем, что он хочет измерять. И вот он улегся в магнитный пробой. Дело в том, что я приехал в Москву, он говорит, что сейчас столько интересных вещей магнитных пробоек. И он тоже собирался этим заниматься. Но поскольку Харькович Луцкий там активно насел, тогда Алексеевский оставил такой ревюр. Значит, они со слуцкими даже обзор написали, формой его в пробое, опубликовали. Ну, все-таки душа в пробое у него была, и он выполнил несколько работ уже по электрическому пробое. Вот, и поэтому я, значит, действительно решил в память Юре рассказать о магнитном пробое. Вот, в случае, хватит двумерных проводителей. Значит, ну, тут соль записана вот что. Вот мы берем произвольный закон дисперсии, значит, в виде быстро сходящегося ряда. Вот энергия. Четверо не знаю. Раскладывается вот в пылье. Мы думали, а теперь вперед, значит, мы будем рассчитывать. То есть, так же пишут обычно в обратную задачу. Мы предполагаем, будто мы не приводим. То есть, первое движение. В результате оказывается, что, значит, в произвольный закон дисперсии вот видно, что, значит, при существенно больших наклонах, когда тангенст это много больше единицы, вот видна асцелляционная зависимость. И, значит, и вот мы можем обглядеть диаметр поверхности фермы вот с помощью вот таких способов. То есть, оказывается, что в двумерных, в фазе двумерных проводника, значит, можно получить некие тонкие детали в списке. Ну, то, что там все поверхности фермы открыты, если само собой разумеется. Вот. И вот, значит, это как раз диаметр вот этого цели. Ну, на самом деле, оказалось, эксперимент говорит, что они более сложные в поверхности, и даже есть целый класс веществ, где поверхности много связаны. Ну, вот рассматривается пример, когда одна поверхность представляет собой, значит, слабо гапрированных цилиндров, а вторая – это две гапрированные плоскости. Вот. И теперь ситуация такая, что если вот немножечко вот давление приводит, то действительно происходит информация спектра, и они могут сблизиться. Вот в точках А и В они очень близки друг к другу. При этом, значит, возникает, они могут, значит, переходить с одного места в другую. Ну, и в этом случае, значит, вот давайте рассмотрим случай, когда там института все-таки много больше. И вот видно, что, значит, имеются две точки стационарной фазы. Это сечение, значит, цилиндра, а это сечение природной плоскости. Вот эти две точечки есть. Значит, если бы не было магнитного пробоя, то было бы два, две серии осцилляций, по периоду которых можно определить диамет. Вот. Вот. Офирного осциллятора и величинового природного плоскости. Да? Вот. Ну, а в данном случае вот мы будем полагать, что имеется спектр с электроном, значит, ну, скажем, это единица, это с отряженным цилиндром, а два – это отряженная плоскость. Ну, теперь если есть две группы носителей зарядочек, то тогда ток надо осциллировать. Каждая группа вносит в свой клад. И вот этот фи – один и еще два – это фактически есть энергия, приобретаемая зарядом в электрическом поле – фемберского электрона. Ну, скобочки – это усоединение по порядку с цифрой. Ну, и теперь ситуация такая. Вот. Вот фактически записана эта величина. То, что они преодолели под действием цилиндрического поля. Ну, дальше. Значит. Ну, вот происходит, что акт переброса с одного листа на другой, с вероятностью W, значит, в различные моменты времени ряда Y. Значит, W, это значит, он переходит на другой лист, а единица минус W. И W, это вероятность в электрическом поле. Ну, вот. Можно записать эти главы. Теперь дальше. Значит. Да, будем считать, что эти орбиты периодические. Слава Богу, это легко записать. Вот. И вот мы видим следующее. По крайней мере, между двумя актами многих доброволь, он, конечно, единственное меняется. И вот, значит, вот первое слагаемое, которое он приобрел, значит, на этом пути, а это его все прошлое. И вот мы возвращаемся в прошлое. Мы хотим, значит, изначально пойти в прошлое. И это можно, значит, легко решить эту систему в равновесии. Значит, тут важно следующее, что если движение периодическое, то энергию, приобретаемая на каждом таком шаге между этими столкновениями, она одинаковая денежка. И вот она обозначена буквочкой. Теперь. Вот. Давайте рассмотрим два случая. Когда двумя ва много меньше один, то это, значит, я тут вот так, видно. Значит, то есть фактически уже он не возвращается на прежний лист, то есть происходит этот акт. И вот это легко считается. Значит, вот Т1 это два, это периоды движения магнитного поля. И вот, значит, вот гамма один, это фактически сильно на магнитный поля. Это отношение периода и времени сходного прогресса. Ну, дальше вот оказывается следующее, что, значит, если математическое ожидание магнитного пробоя порядка единицы или больше, то тогда можно, значит, решить эту задачу, значит, наоборот, когда магнитный приборовой, значит, немалая величина. И вот получается, посмотрите, вот это результат, который, оказывается, очень похож на тот, который мы получили, значит, в случае малых, кто бы любил. пл atm он. И вот в результате, значит, конечно, можно будет, теперь рассчитать там с 7 . Это р? В нормальных слоях. Вот, значит, вот видно здесь имеется. Ну и, короче говоря, можно определить расстояние между слоями. Ну и, короче говоря, можно определить расстояние между слоями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok